Сегодня в поселке Кавказском Прикубанского района прошло открытие исправительного центра. Данное учреждение предназначено для содержания 130 осужденных к принудительным работам с условиями исправительного центра, познакомился и Алихан Лепшоков. Исправительный центр номер один – это альтернатива лишения свободы для тех лиц, которые совершили преступление небольшой тяжести, а также доказавшие свое исправление при отбывании наказания в исправительных учреждениях. На открытии главный федеральный инспектор полупреда президента России ВСКФО по Крачево-Черкесии Гальдральщиков подчеркнул, что здание оборудовано по всем федеральным стандартам, а сам вид лишения свода осужденных является очень важным шагом для гуманизации всего института исполнения наказания. Рассмотрен вопрос по размещению контингента осужденных до 400 человек на территории агрокомбината Южный. Уже бизнес-сообщество имеет интересы по расширению данного вида наказания, исполнения наказания, и есть определенные наработки у правительства. Остается работа по линии УФСИН, по созданию условий нормативных для содержания осужденных в субъекте. Ну и, соответственно, первая ласточка – это открытие данного исправительного центра, который оборудован в соответствии с требованиями законодательства по всем федеральным стандартам. И вот, перерезав красную ленту, собравшиеся осмотрели условия содержания осужденных в новом исправительном центре. Здесь будут находиться 130 человек, из них 118 мужчин и 12 женщин. В целях минимизации контактов обширитие расположено на разных этажах здания и разганичено отсекающими решетками. Имеются 30 комнат для проживания осужденных. Полностью оборудована столовая, прачечная, комната для проведения религиозных обрядов, а также все необходимые помещения для качественного функционирования исправительного центра. Я считаю, что данные условия являются удовлетворительными, даже более чем удовлетворительными, потому что все помещения, которые мы прошли, соответствуют необходимым требованиям. Даже помещения, где будут находиться лица, по квадратным метрам соблюдены, имеется пожарная безопасность. Посетили мы места для проведения религиозных обрядов, очень прилично оборудовано, отдельно для мусульман, отдельно для христиан. Очень удивило то, что все чисто, красиво. Осужденные, находящиеся в исправительном центре, обязаны трудиться в местах, определяемых администрацией данного учреждения. В частности, они будут работать в агрокабинате Южный, куда их будут доставлять автотранспорт предприятия. Руководство отдела федеральной службы исполнения наказания по Карачаево-Черкесии отмечает, что подобная практика позволит осужденным пройти срок лишения свободы с пользой для себя и общества. Данное мероприятие, это было его исполнение поручения президента Российской Федерации. Сейчас, в общем, по всем областям общества идет гуманизация, в том числе по уголовно-исполнительной системе. И сейчас, вот именно очень актуально, как раз-таки данный вид наказания, то есть правительная, принудительная работа. Вы сами увидели, какие здесь условия. Они максимально приближены, скажем так, к тем, которые есть и дома. Конечно же, это все только для того, чтобы люди по отбыванию своего наказания влились в наше общество полноценными гражданами. Олег Ханепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район.